Ну ничего, я что-нибудь придумаю. Тоненькая полосочка, смотрите. Сочные, вкусные. Свадебный торт. Очередь, очередь в гнездо. Одна идёт нестись, вторая ждёт. Третья на подходе. И я подозреваю, что кто-то ещё и в гнезде сидит. Точно. И ещё одна сидит в гнезде. Вот такое утро в пирятнике. Наконец-то приехали. Наконец-то. Не удержалась, не могу. Это цыплята амираукана. Не удержалась. Думаю, возьму хотя бы немножечко. Приехала в пирятник и в шоке. Я сразу в шоке. Смотрите. Раз, яйцо. Индюшата ходят по вольеру. Что произошло? Идёмте смотреть. Идёмте смотреть, что тут происходит. Как это так может быть? Как это так может быть? Почему? Я закрывала дверь. Смотрите. Все индюшата ходят здесь. Ой, живые все. Вроде бы все живые. Вольер открыт. Почему он открыт? Вот так вот вольер. Надеюсь, что это произошло недавно. Знаете почему? Потому что корм весь скушали. Хотя туда могли зайти или горный. И скушать этот корм. Вот так вот произошло объединение. Индюшат маленьких. Со взрослыми индюшками. Самостоятельно. Но с моими переживаниями. Как же это всё было здесь? Била, наверное, да? Я, конечно, в шоке. Ну, заходите. Заходите. Идите сюда. Идите сюда. Идите. Заходите. Ну, вот. Вот кто съел весь комбикорм. Конечно, хотелось бы мне, хотелось бы мне вот так вот оставить их уже объединёнными. Но я хочу, чтобы индюшата ещё покушали комбикорм. А кормить всех комбикормом взрослых индюшек, это, конечно, неправильно. Поэтому, наверное, я их ещё закрою на несколько дней. Они ещё тут посидят у меня. Я хочу, чтобы они ещё покушали комбикорм. А для того, чтобы их всех объединить, открыть эту дверь, и чтобы они все вместе жили, естественно, индюшатам придётся кушать зерно-смесь. Пшеницу и кукурузу. А на этом они долго будут расти. Вкусно, вкусный комбикорм, правильно? И ещё одну индюшку маленькую с вольера нашла. Заходи. Заходи. Вольере ходила. Кушайте, кушайте. Надо насыпать сейчас срочно. Когда они вышли отсюда, я не знаю. Это цыплята из хозяйства Сергея Перепелицы. Очень многие знают этого птицевода. И знаю, что многие будут меня спрашивать, где я взяла таких цыплят. И, кстати, у него ещё есть цыплята. Кому надо, пожалуйста, можете обращаться к нему. Пока ещё есть, у вас есть возможность приобрести таких красивых цыплят. Эта цыплята Амираукана проводит очень интересную селекционную работу. И в первом закреплённом комментарии я оставлю ссылочку на Сергея Перепелицу. Это не реклама. Я просто знаю, что очень многие захотят приобрести таких же цыплят. И будут спрашивать меня об этом. Поэтому закрепляю вам ссылочку. Заходите, приобретайте. И у вас будет тоже такая же красота. Обычно я вам рассказываю, что птицу, купленную с другого хозяйства, нужно подержать в карантине. Но это хозяйство я очень хорошо знаю. И поэтому я с уверенностью могу этих цыплят добавить к своим без карантина. Потому что я знаю, что это за хозяйство. Когда я увидела, что у Сергея Перепелицы есть цыплята именно шестидневные, а это точно такие, как мои шёлковые, ну, тут я даже не раздумывала. Я просто не раздумывала даже. Потому что ещё, тем более, с хозяйства Сергея Перепелицы, да это ещё и Амираукана, теперь одна надежда на шёлковую курочку, чтобы она их просто не метелила сейчас. Конечно, моя квочка не сидит на месте. Так бы было хорошо, если бы я её вечером, но под ночь она сядет. И подложить ей этих цыплят было бы идеально. Но так как я приезжаю на дачу на несколько часов, у меня такого времени нет. Вот когда могу, тогда подкладываю. Надеюсь, что она их примет. Вот так, вот так, вот так, вот так. Шокируем её сразу. Всё, 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 всё. А ну-ка, что тут? Нормально, нормально, она растерялась. Нервничает, нервничает. Может, мне надо уйти. Всё, они вон вместе с цыплятами все соединились. Красота! Ну, нет возможности у меня это сделать вечером. Вечером, ночью, когда будет темно. Успокоится. Сейчас я уйду. Это она ещё нервничает, что я здесь. Нормально. Я вижу, что она цыплят не трогает. Растерялась, растерялась. Среди цыплят, по-моему, штучки четыре попались у меня суточные. Ну, думаю, ничего страшного. А все остальные одинакового возраста. Точно-точно. Такие же самые. И как раз, кстати, большая масса чёрных, и у неё тоже чёрные шёлковые. И чёрные амероукана. И отлично. Вот они все соединились. Прекрасно. Белый абсолютно не шокирован приездом в новое хозяйство. Затихло. Эмоции переполняли её. Всё. Теперь она думает, что с ними делать. Как прокормить. Красота какая. Смотрите, как лежат перья. Пёрышко к пёрышку. И даже вот тут маленькие, и то они просто на одном расстоянии друг от друга. Посмотрите, как. Как какой-то свадебный торт. Ой! Да пойдёшь сейчас, пойдёшь. Я ему даже стригла этому петушку возле глаз. Выстригала вот эти перья, чтобы ему хорошо было видно. Красивый такой. И вот теперь мне к следующему сезону, не знаю, мне так жалко расставаться с моими петухами, но их нужно убирать со старыми петушками. Не знаю, как прощаться. Это очень сложный момент. Но вот этот просто уникальный петушок будет. Просится эта курочка выйти очень сильно, поэтому я пока здесь нахожусь, открою. Пусть они идут пока погуляют. Цыплёнок спрятался. А ну-ка, сразу посмотрю, сколько яиц тут. Два яйца есть. Пошла, пошла гулять. Иди, цыплёнок зовёт тебя. Навожу порядок у цыплят с индюшкой. Я вам показывала, что я сюда ей купила ещё цыплят. Вот таких вот красивых. Все нормально, все живые, дождались меня. Всё тут хорошо. Правда, очень много выгребли корма. Поэтому кормушку эту я сегодня буду поднимать. Практически весь комбикорм выгребли в подстилку. Но расскажу вам такой секрет. Вот этот комбикорм, который цыплята выгребают в подстилку на пол, я это всё не выбрасываю. Я собираю крупные фракции помёта. Вот так вот вместе с соломой. А на дне, на полу, остаётся комбикорм. И этот комбикорм я собираю и отдаю взрослым курочкам. И они очень хорошо его съедают. Это для них вознаграждение за яйца. Весь комбикорм, который рассыпает индюшка с цыплятами. Неважно, индюшка, другая квочка. Вот всё, что я с пола собираю, отделяю отдельно солому, отдельно подстилку. А весь комбикорм рассыпанный вокруг этой кормушки, всё это отдаю взрослым курочкам. Они его с удовольствием перебирают и всё-всё до грамма скушают. Поэтому ничего не пропадает в хозяйстве. Подстилаю свежее сено, потому что солома у меня уже закончилась. Тёплая, только-только собранная. Тёпленькая, на солнышке выгритая. Сейчас цыплята лягут и будут отдыхать. А кормушку буду ставить на кирпичи. Высота кирпичей как раз высота цыплёнка, чтобы они могли достать корм. И заполняю кормушку. Вот так вот ставлю на кирпичи. И таким образом цыплята меньше выгребают. И обязательно закрываем кормушки. Не забываем, чтобы сюда не залез цыплёнок. Используйся. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok А мусора нанесли. Кстати, сегодня почистила уже в курятнике. Помёд я убираю раз в неделю, когда это лето и очень жарко. И пока никакой подстилки застилать не буду. Обратите внимание, на полу ничего нет. Вот так вот на плитку. Ничего страшного, всё хорошо чистится. Пока застилать ничего не буду. Сначала это у меня было как профилактика снесения яиц в подстилку. У меня куры массово начали нести в эту подстилку, в солому, яйца. И приходила Маруся, моя кошка, и съедала эти яйца. И, естественно, в гнёздах было яиц меньше. Поэтому я убрала всю подстилку, для того, чтобы куры начали нестись в гнёзда. А теперь мне так понравилось. Чистый помёд я забираю сразу в огород. И там, где я уже собрала урожай, на те грядки я этот чистый помёд и сразу выношу. Здесь у нас сидит курочка, несётся голо-шейка. Очень часто меня спрашивают, что с шеей у этой курицы. Это такая порода. Она с голой шеей. И очень хорошо она зимует, переносит морозы. И, кстати, зимой очень хорошо несётся. Ого! Молодцы! Курочки, молодцы! Мусор, конечно, это всё нужно смести, всё вымести, чтобы яйца, которые будут снесены уже, когда я уеду с дачи, чтобы они хорошо скатывались в яйцезборник. И вот такая бывает голо-шейка. Коричневая. Это очень хорошая несушка. И вот такая чёрная голо-шейка. Пока закрываю гнёзда, а потом, когда соберу все яйца, приду и наведу здесь порядок. И вот такая чёрная голова-шейка. Как только курочка снесёт яйцо, она сразу идёт кушать. Поэтому у курочки моей всегда есть корм. В любое время она может подойти к кормушке и покушать. Третий вольер. Здесь сейчас несутся курочки. Легорн белый и индюшки. Ракушку выгребли, рассыпали. Кто это сделал? Ого, сколько нанесли яиц. Вот это да. Вот это да. Белоснежные. Красивые. Это курочки Легорн. Этих курочки я специально покупаю. Своё хозяйство уже готовыми, четырёхмесячными. Для того, чтобы у меня были вот такие белые красивые яйца. Карель. Своё хозяйство. КОНЕЦ. 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 соберу яйца шелковой курочки квочки она несется у меня здесь в ящике вот красивая каждый день яйцо и заберу яйцо араукана а 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 все яйца собрала молодцы ну а теперь иду сочинять вознаграждение сейчас что-то буду давать вкусное а а а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... За хорошую работу, за снесённые яйца, курочки мои получают свежую молодую картошку. Начинаем уже копать картошку. И вся мелкая... Вся мелкая картошка идёт для кур. Картошку обязательно я варю. Я рассказывала, как я варю. Долго её не вывариваю. Ставлю в кастрюле. Закипело. Закрываю крышкой. Выключаю. Обязательно подсаливаю. Подсаливаю так, как вы для себя бы подсаливали картошку. Выключаю после закипания. И всё. И пусть стоит, остывает в кастрюле. И вот она в кастрюле остынет. И дойдёт до нужной готовности. Вот, смотрите. Картошка абсолютно готова. Я её долго не варила. Просто закипела, крышкой накрыла, и всё. И выключила. Видите, картошка готова. И обязательно не забывайте подсаливать. Курочкам нужна эта соль. Только немного, естественно, подсаливать нужно. Столько, сколько вы солите соли для себя. Для человека. На, на, кушай. Не бойся. Кормит, кормит своих девчонок. Пока не покушают курочки, петух не кушает. Это самый лучший хозяин. Молодец. Петушок помесь с амероуканом. Ну, я думаю, вы довольны. За снесённые яйца вознаграждение куры получили. Картошку можно и потолочь. Специальной толкушкой обычной, которой мы делаем пюре. Но я люблю натереть на тёрке. Получаются такие красивые полосочки, как вермишель. И мне так больше нравится. Конечно, я вот показываю вам на одной картошке. И посмотрите, вот на крупную тёрку получаются вот такие полосочки. И они хорошо... Курочки, тоненькая полосочка, смотрите. Они нигде не застрянут. Хорошо переварятся и усвоятся. И не будет никаких крупных кусочков. Ну, или же можно оставить так. Тогда курочка своим клювом вот так вот будет клевать эту картошку. Можно и так сделать. Можно не тереть. Обычно я это делаю частично. То, что покрупнее картошка, тру. А совсем мелкую, конечно, не тру. Куры очень любят картошку. Такой толстостенный перец. Вот. Это леся, оранжевая леся. Перцы я ничем не обрабатываю. И могу вот прямо в теплице, прямо кушать перец. Вот такой толстостенный. Хотела вам показать. А сладкий просто не передать. Оранжевая леся – это что-то. Собираю помидоры уже, для того, чтобы следующие быстрее спели. Сочные, вкусные. Собираю. Следующий ящик. Всё собираю. Калибри. Красота. Ну как можно не посадить такой помидор. Пол ящика уже оттуда. Помидор, который доспел прямо на кусте. Это такая вкуснота. Вы себе не представляете. Вот таким образом можно кормить сразу два стада кур. Трава под решёткой. И кушают те, которые в вольере в том, и те, которые в вольере этом. И даже тем, которые за вольером, более удобно кушать. Потому что трава длинная, и они клювами могут отрывать кусочек травы. А этот кусочек задерживается за счёт вот этой сетки. Вот так вот. И кушают и старые курочки, и кушают молодые курочки. Цыплята. Вот. Это своего рода кормушка такая получается. Сразу для двух вольеров. Сразу для двух вольем. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...